МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас уже второй такой уникальный. Мы обсуждаем новый сезон телеканала Девятка ТВ. Он стартует в понедельник, 2 октября. Будет очень много интересного. Накануне к нам приходил генеральный директор Андрей Владимирович Шпорт. Пронансировал, сказал, что будет... В общем, заинтриговал много всего. И сегодня мы с вами обсудим проекты. У каждого из нас есть проекты. Предлагаю начать с того, что увидит зритель прямо в понедельник. А прямо в понедельник, 2 октября, стартует Батл Ньюз. Дима, что за Батл Ньюз? Что это? Андрей Владимирович, кстати, здесь сидел, да? Конечно, сидел прямо здесь. Я чувствую прямо тепло этого стула. Сутки стул не остывал? Сутки стул. Он будет держать еще недели две. Батл Ньюз. Батл Ньюз – это новый юмористический проект. Если смотреть в историю телеканала Девятка, у нас был проект «Вечерняя вятка». Да, мы помним. Следующий шаг – это Батл Ньюз. Батл Ньюз – это некий симбиоз импровизации и стендапа. У нас есть промо-видео. Посмотрим или чуть-чуть попозднее его посмотрим? Ну, можно посмотреть промо-видео. Давайте посмотрим промо-видео и продолжим обсуждать. В страну, где всегда смеются только безработные. В страну, где забыли, кто такие хохмачи. В страну, где понедельник – самый тяжелый день. Вторглись они. Четыре всадника засадника. Всадник Денис Многоглазый. А, молча! Наездник Николай, извозчик Туркмен. А, он еще, он не играет! Игорь Космоголовый. И поручик Максим. По прозвищу Поручик. Раз дрова. Два дрова. Теперь понедельник официально выходной день. Выходной день для вашей адекватности. Карате, старик. Кап с дамой и помидором. Я – это ты из будущего. Избирком покусал. И коррупционеров покусаю. Батл Ньюз. Всем привет, мы находимся в Турции. У нас сбить людей можно? На выход тебя поставит жизнь. Отдохнул выходные? Пусть твоя голова отдохнет в понедельник. Здорово! Это Батл Ньюз. На Девятка ТВ. Там будут кого-то бить? Ну, это как вишенка на торте. В итоге каждого выпуска программы у ребят есть рубрика «Ну вот зачем?», где они испытывают на себе, либо делают такие вещи, которые в здравом уме человек вряд ли будет испытывать, либо делать это с собой. Первый – это использование шокера, использование… Босковых полосок. Да, полосок. Это твоя идея подсказала, наверное, для следующей. Уже во второй программе. Далее шокер, я уже сказал. Продукты питания самые различные ребята будут на себе испытывать. В первой программе это будут гамбургеры с самой неожиданной начинкой. То есть это варенье с аджикой, это красный перец с лимоном. У тебя не жалко, есть видео. Не жалко тебе вообще, ребят? Им себе не жалко, мне-то их что жалеть. Перед ними стоит задача удивлять меня. Каждый выпуск программы должен быть смешнее, чем предыдущий. Давайте посмотрим, как ребята пытались рассмешить. Кстати, это эксклюзивное видео, это кусочек пилотного выпуска, который, не знаю, насколько он будет в эфире. После того, как генеральный директор увидел именно эти кадры, он сказал, проект должен быть на телеканале «Девятка». Уже интересно, давайте посмотрим. Эксклюзив. Эксклюзив. И это будет перец чили. Давай скинемся к тому пирой. Слышь. Ну так, смотрите, вот. А можно мне пойти? Давай за родителей. Давай. Вот вы думаете, почему в Кирве лето нет? Знаете, где оно сейчас? Ну что, я домой. Вот сейчас пошло. Ваша девушка говорит, что вам не хватает остроты в отношениях. Сейчас нужно зайти мамой искать. Я же тебе говорю. Маковка, ты плачешь. И последний раз в военкомате плакал. Зай, не реви. Вот нет горячей воды и не надо. И не надо. Друзья, что хочу сказать в конце. Если у вас нет образования и вы хотите попасть на телевидение... Это не вариант. Не надо. Да, мы на самом деле зрители не знают, но мы смеялись, пока смотрели видео. Дима. Потому что я вас попросил. Это было абсолютно искренне. Итак. Что ты можешь... Как ты можешь проанонсировать зрителям? Почему им стоит каждый понедельник в 20.30 смотреть Battle News? Ну, во-первых, та тенденция, которую мы переняли, она свежа. Стендап в Кирове живет уже три года и собирает достаточное количество зрителей. А это звезды кировского стендапа. Это люди, которые делают этот проект, они, во-первых, смешные сами по себе. Во-вторых, все эмоции, которые есть на экране, они искренние. Да, они действительно испытывают то, что показывают. То, что едят. Да. Потом это очень талантливый, на мой взгляд, и смешной, острый, злободневный стендап. То есть на самые различные темы, которые ребят зацепили, где они имеют свой бэкграунд, где им есть что сказать, над чем пошутить. Ну, это много импровизации, много смеха. И просто отличные ребята. Они именно, на мой взгляд, они вот такие не красавцы, они просто какие-то... Настоящие. Настоящие, да. Они... Ну, причем у каждого свой образ, да? У каждого. Ну, то есть у них даже не свой образ, они такие, как бы, и в жизни. Если вы позволите, я расскажу в двух словах о каждом. В двух, буквально в двух, у нас на эфирное время. Проекты есть еще? У нас есть лидер и мега работоспособный человек, который возглавляет всю эту банду. Это Максим Кропотов, человек, много раз чемпион КВН. Очень смешной, очень трудоспособный, он их всех организует. Игорь Кислицын, это такой птеродаптиль, такое... Я птицу представила сразу. Ну, я тоже, когда его вижу. Такое насекомое, что ли, которое вальяжно, но очень смешно шутит. На мой взгляд, очень разумное существо. Денис Селин, самый молодой участник, 21 год. Самый высокий, да? Какой он ему рост? Самый высокий, единственный человек, который не принимал участия в КВН, что, кстати, делает ему, на мой взгляд, комплимент. И Николай Захарченко, это один из самых пожилых участников нашего шоу. Тоже огромный опыт выступления на сцене и стендап. То есть, каждый из них достоин. Будем смотреть с понедельника, со 2 октября в 20.30 каждый понедельник Battle News. Но во вторник в это время стартует еще один проект, называется «Мотивация». Его автор Евгения. Женя, что ждет зрителей? Зачем включать телевизор в это время? Ну, вообще, хотелось бы сказать, что программа «Мотивация» — это информационно-развлекательная программа о спорте. Она будет интересна не только тем, кто занимается спортом, но особенно тем, кто только хочет начать и пока сомневается, и пока боится. То есть, эта программа, она станет толчком и такой некой мотивацией, чтобы начать заниматься спортом. Даже не только начать заниматься спортом, а вообще меняться, меняться в лучшую сторону. Даже не только внешне, но и внутренне. Потому что спорт — это вообще в целом такая безгранная… Движение — это жизнь. У нас есть видео, давайте посмотрим, чтобы зрители имели представление, что это за проект. Желаете начать заниматься спортом, но откладываете на потом? Нужна мотивация. Во-первых, поставить цель и идти к ней. Не знаете, как начать питаться правильно? Нужна мотивация. Правильно грамотное распределение продуктов питания в течение дня. Тренировки, правильное питание, заряженные люди. Меня зовут Евгения Бакина, и я представляю новый телепроект «Мотивация». Добьемся результатов вместе на Девятка ТВ. Мотивация. Вторник. 20-30. Как говорил мой первый тренер, если делаешь красиво, значит, делаешь правильно. Жень, ты все пробовала? Вот в ролике «На дорожке» я бежала. Да, я все… Все по-настоящему? Да, все по-настоящему. И первая рубрика у нас идет именно о видах тренировки. И, соответственно, я являюсь героем, и я принимаю на себе, то есть я принимаю участие, и когда я бегу, допустим… А что ты делала? Расскажи, бегала, плавала? Плавала, да. Но самое интересное, меня подвешивали в воздух, то есть есть такой тренажер про вилы, то есть тебя подвешивают, и ощущение, конечно, необычное. Необычное, потому что это отличается от стандартных тренажеров, которые мы видим. И то есть это интересно, ты сюжет и вообще вот эту вот всю ситуацию через себя передаешь. И тем самым ты можешь лучше показать это зрителю. А ты занималась спортом? То есть зритель как спортсменку тебя должен оценивать, или просто как начинающую? Как начинающую, я бы так лучше сказала. То есть ты наравне со зрителем получилась? Да, я наравне со зрителем, то есть прохожу это все, то есть я на себе испытываю. Бывали разные ситуации, когда мне даже становилось плохо. Такое было. Да. И вот как раз будет следующий выпуск, первый самый, который будет 2 октября, на одной из тренировок. Третьего, наверное, повторника будет находить? Третьего, да, повторником, да. То есть мне там действительно стало плохо, но в сюжете это будет проговорено, то есть почему мне стало плохо. И нужно заниматься, конечно, с умом, то есть к этому ко всему подходить и то есть как раз же этой программы соответственно направлено заниматься, заниматься с умом. Ты, Дима, занимаешься спортом? Нет, я занимаюсь спортом дома, в домашних условиях Но тоже, я имею отношение, немножко делал промо И проматывал, пролистывал программу Стало интересно, особенно тот тренажер, о котором Евгений сказал в самом начале своего рассказа Мне интересно, это не больно? Ну просто Когда, вот так как я была в первый раз Зритель пока плохо понимает, о чем мы говорим Там за руки, за ноги ее Тренажер, в котором подвешивают, да? Подвешивают А ощущения? Для чего? А там так, получается так, что да, для спины То есть вот когда меня подвесили и приподняли То есть у меня сразу ощущение в спине, у меня все хрустнуло То есть эта вся усталость, она действительно, которая в спине накапливается Она сразу мигом уходит И просто вот ощущения сами по себе необычные То есть там нужно наоборот расслабиться И это на самом деле трудно, когда ты постоянно находишься в движении А я еще знаю, что у вас зрители будут тоже принимать участие в проекте И какая у них роль Да, там у нас есть такая рубрика Видеосоветы от телезрителей То есть каждый может принять участие То есть неважно Попасть в программу к тебе может каждый Да Что нужно сделать для этого? Для этого нужно сделать что? То есть найти какой-то видеосовет Может быть это какой-то рецепт И его просто снять, взять камеру И снять и прислать на электронную почту, которая указана в программе На любую тему, как одеваться правильно или на какую-то особенную тему? Чтобы, конечно, это было связано с спортом Но, например, это как приседать, допустим Как правильно в планке стоять Какой-то диетический рецепт, допустим Потому что на самом деле у людей достаточно много есть своих советов, своих рецептов И я знаю, что они готовы этим делиться Потому что существует очень много групп, в которых люди пишут, комментируют, выставляют То есть это действительно масса А что в программе будет еще? Вот вид спорта будет, рубрика Какие еще будут? Кроме этого будет такая рубрика То есть связана со спортом и с красотой То есть мы будем показывать не только спорт, но и как становиться красивыми То есть это... Например, спортивная одежда Например, как бороться с целлюлитом Как бороться с растяжками То есть это как идет дополнительный, так скажем, бонус к красоте нашей А третья, так скажем, рубрики разделим Третья рубрика, это у нас идет встреча с героем То есть оказывается, есть люди, судьба которых изменилась благодаря спорту Которые кардинально изменились Это не чисто внешне, это внутренние ощущения У кого-то вообще изменилась вся жизнь Кто-то был обычным студентом, да Но после, когда он начал заниматься, он стал известным в Кирове, допустим, тренером То есть это даже такие вот внутренние ощущения Человек был скованным, но после, когда он начал заниматься Он стал таким, не то что активным, а он готов с этим жить То есть для зрителей это тоже такие истории будут мотивирующие Да, вот именно это и будет такой мотивационный толчок То есть быть лучше Мы будем ждать Мотивация будет выходить на Девятка ТВ по вторникам в 20.30 на Девятка ТВ С 3 октября С 3 октября Сейчас нам нужно ненадолго прерваться А после перерыва в нашу студию к нам присоединится автор еще одного проекта Поэтому будем продолжать удивлять зрителей Мы продолжаем эту программу «Журсовет» И сегодня мы обсуждаем новые телепроекты, которые стартуют в новом сезоне на Девятка ТВ К нам присоединилась Алена Милина И готова представить еще один новый проект Называется «Удиви повара» Алена, у «Удиви повара» тоже был первый сезон Это продолжение или нет? Наверное, скорее всего, это будет какой-то новый проект Потому что я как новый автор этого проекта Я решила внести некоторые новые правила Это будет не связано с кухней? Нет, это будет связано с кухней Это будет связано с вкусной едой обязательно Но новые правила таковы, что будет два новых героя каждую программу Если раньше это были два героя, которые на протяжении всего сезона соревновались То теперь это будет каждая программа «Новые герои» И даже зрители могут принять участие, если они захотят, оставят заявку Я не уверена в своих кулинарных способностях У нас есть видео, давайте посмотрим «Удиви повара» Готовить, чтобы накормить Вообще уже хочется облизываться Готовить, чтобы удивить Прямо кисть художника Удивить повара Профессионалов сложно удивить Смотри новый сезон вкусного проекта «Удиви повара» Это новые правила и герои Они будут готовить, они будут удивлять и сделать все, чтобы победить На самом деле это интрига, я буду ждать, что будет Уникальные ингредиенты и неподдельные эмоции У нас сегодня вообще, по-моему, финал приключенческий случился Здесь, как на любой кухне, будет жарко Каждую пятницу в 20-30 смотри, кто удивит повара Кто герои? Вот мы сейчас видели Ну, девочка, мальчик, это везде так будет? Или это не обязательно? Будем стараться, чтобы был молодой человек и девушка Обязательно, да Но, как я говорила, это могут быть любые абсолютно зрители То есть, если в первой программе это были достаточно известные люди нашего города Стилист Елена Ушакова, Павел Косарев-Шоколатье То в дальнейшем это могут быть и зрители То есть, можно, вот, мы с Димой можем пойти в проект? Легко, легко Даже если человек готовить не умеет? Да, даже если не умеет готовить, это будет еще интереснее Потому что, на самом деле, структура передачи такова, что ему предлагаются каждому участнику ингредиенты И он должен все, что угодно Главная задача удивить повара А если не получится? Вы, мне кажется, поваром рискуете, даже пробовать придется потом Нет, повара, на самом деле, с огромным удовольствием хотят принять участие в этой программе Потому что они хотят действительно удивиться И, кстати, в первой программе он удивился Ну, это вообще здорово Мне стало интересно Будем смотреть Еще у нас один проект, это Тайное знание Тайное знание будут выходить в среду Получается, уже с 4 октября в 20.30 Это проект, который выходит при поддержке проекта Мистиковятки Тайное знание, это новый проект для нашего телеканала Дочернеков Да-да-да Мы начинаем расширяться Это первый сезон уже готов И сразу же хочу раскрыть такой небольшой секрет и тайну, что уже готов даже второй сезон этого проекта То есть настолько его наша редакция и руководство телеканала утвердили, что сразу же заказали второй сезон Первая серия первого сезона выходит 4 октября в 20.30 Тайное знание, чему они посвящены Это различные тематики, связанные в том числе и с мистикой Но больше всего это такие жизненные советы от нашего эксперта У нас будет постоянный эксперт Это известная кировская ведунья И она будет вместе с героями на каждой программе «СВ герои» и отдельная история Давать свои советы и рекомендации То есть допустим Извините, ведунья это кто? Я тут не особо посвященная Ведунья это кто? Светлана, ведунья это человек, который ведает Ведунья это ведущая мать Например, слово «ведьма» Можно ясновидящую ее назвать? Ну, для обывательской, ну да, чтобы понятнее было Это видящий экстрасенс Тематики очень разнообразны И больше такие вот именно бытового плана и жизненного, например Часто обращаются женщины с таким вопросом Как вернуть мужа в семью Почему развалился брак, взаимоотношения мужчины и женщины И вот с точки зрения эзотерики Можно тоже найти свои такие рецепты В позитивном русле, да? Конечно То есть, ну Можно и в негативном, смотря что нужно с мужем сделать То есть личная жизнь, работа, различные сферы, родственники, взаимоотношения Здоровье, как здоровье, например Как наши мысли влияют на наше здоровье То есть все советы будут даваться, рекомендации именно практически Когда я первый раз услышала название Я не помню, или я прочитала Как-то странно, или мне послышалось Тайные знаки А там будет что-нибудь вообще про знаки какие-то? Знаки судьбы, цифры Нумерология Все, что окружает нашу жизнь Будут даны ответы на все эти вопросы Первый выпуск «Деньги», по-моему Да Ну, что больше всего интересует людей? Это деньги Мы можем приоткрыть уже немножечко секрет Что, как привлекать деньги, например Вот уже сейчас ты можешь нам этот секрет приоткрыть или нет? А, да, Дима может? Нет, нет, я записываю Мне кажется, у вас, друзья, все в порядке с деньгами Поэтому вы не нуждаетесь в советах Однако Даже не отрицаете это Да, кстати, вот к тому, что Ксения сказала Что уже второй сезон снимается Battle News Мы сняли порядка уже десяти программ То есть у нас практически сезон готов Мы заряжены И каждую неделю это не остановить Ну, у вас все здорово Каждую неделю У нас в новостях тоже изменения И каждый день зрители теперь тоже будут видеть другие новости И я вам больше скажу Это будут больше, чем новости Потому что теперь давеча будет не полчаса, а целый час Это будут не просто новости У нас в гостях за этот час будут гости И гостями могут быть не только известные люди города и области Не только политики Не только какие-то эксперты Также это могут быть обычные кировчане Которые становятся героями каких-то историй Может быть и ведуньи могут быть гостями Если у нас тематика останется То есть мы расширяем границы Теперь это целый информационный час Где мы будем поднимать различные темы Естественно, опираясь на события Которые произошли сегодня И зрители тоже могут участвовать У нас будут голосования У нас будут прямые включения Из разных точек города По наболевшим вопросам И, собственно говоря, даже телефонные звонки Поэтому я всем вам тоже рекомендую Но час-час новостей Это немноговато Вот хватит информации Ведь Киров не столица Киров не столица Но, еще раз говорю, целый час Это не только новости Кроме стандартных информационных поводов Которые мы, конечно же, будем нашим зрителям рассказывать Где что случилось Взорвалось или, не дай бог Где пробка Мы будем общаться с гостями Потому что у нас в городе Очень много интересных людей И мы их будем приглашать Поэтому я думаю, что будет о чем рассказать Рассказать в полном объеме В полном объеме Это, опять-таки, не все проекты, которые есть Я знаю, что у нас еще будут проекты Которые будут выходить Дима, ты как создатель промо Можешь еще, например, какие-то... Дай лапу Абсолютно новый состав Новые девочки делают Я готовлю программу Компост Девочки будут обсуждать Самые различные Смешные Авторские Видео И объявления И все Что может быть смешным Из интернета Что еще? Утренний канал Утренний канал, да Готовится бомбическое оформление Ну, Алена, наверное... Алена нам в прошлой программе рассказывала Да, но просто мы... Ну, поверь, оно бомбическое Бомбическое Я буду верить в это Кто прав, программа Кто прав, Дима Житарчук готовит Тоже авторский проект Какой тебе самому понравился больше? Нет, ну... Или ближе? Ближе? Ну, мне, естественно, мне ближе юмор Мне ближе все, что связано Чем я занимаюсь Что я, собственно, и делаю Я отсмотрел практически все проекты И если я буду выделять кого-то, да То, возможно, буду Не прав перед лицом коллег Я считаю, что новое, свежее Неординарное видение Каждого проекта Каждый по-своему интересен Каждый стоит внимания Ну, а что будет жить Что будет набирать популярность То и будет как бы развиваться эта жизнь Вот, ну, естественно, основная Вот, моя ставка на Мистику Вятки Потому что этот проект на самом деле ждут Из того, что вот было максимально популярным Да, у нас есть Мистика Вятки Это в любом случае Ну, и Battle News тоже хороший проект, да, согласитесь А удиви повода до чего А новость Я предлагаю закончить журсовет А зрителям напоминаю, что новый сезон На телеканале Девятка ТВ Стартует в понедельник, 2 октября Прямо с утра, с утреннего канала Поэтому включайте Девятка ТВ И смотрите Меня зовут Светлана Халявина Сегодня вместе со мной в этой студии Были мои коллеги Ксения Фрик, Дмитрий Целищев, Алена Милина Всем до свидания До свидания До свидания Субтитры подогнал «Симон»